Видео, на котором коктейли Молотова прямо на улице разливают в бутылки несколько девушек. Они нисколько не стесняются, даже позируют перед камерами. На них повязаны платочки в цвет украинского флага. Действуют они довольно поспешно, стремясь как можно больше бутылок наполнить зажигательной смесью. Процесс у них хорошо отлажен. Может показаться даже, что немного ускорена съемка, это не так. На самом деле, просто сноровка явно у девушек уже хорошая, если можно так выразиться. Они явно не впервые в своей жизни бутылки с зажигательной смесью разливают и готовят для них фитили, раздавая всем желающим поучаствовать в атаке на противников нынешней киевской власти. Разумеется, бросается в глаза то хорошее настроение, с которым девушки готовят это смертельно опасное орудие атаки. Я напоминаю это видео, которого сейчас очень много в интернете, довольно много частных свидетельств, запечатленных на видео, на фото того, что происходило этой ночью в Доме профсоюзов. Хочется надеяться на то, что когда-то эти фото и видеоматериалы лягут в основу уголовных дел против зачинщиков этой ночной атаки, даже не надежду, а уверенность можно в этом выразить, потому что к ответу наверняка тех, кто все это устроил, призовут. Вот срочное сообщение от пресс-службы Кремля. Киевские власти несут ответственность за преступление, случившееся в Одессе, и фактически являются его соучастниками, об этом заявляет журналистом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Я цитирую дословно его заявление. Власти, которые находятся в Киеве, они не просто несут ответственность за это преступление, но являются соучастниками этих преступных действий. Практически их руки уже полокость в крови, сказал Песков. Причем соучастниками этого преступления становятся и все те, кто квалифицирует действия украинской хунты как законные. Конец цитаты. Это цитата пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова по агентству ИТАРТАС. Также добавил Дмитрий Песков, что ни Россия, ни какая-либо другая страна сейчас не могут повлиять на юго-восток Украины. Это уже что касается тех событий, которые творятся на Донбассе. Не могут никак повлиять ни Россия, ни какая-либо другая страна на жителей юго-востока Украины, которые чувствуют угрозу своей жизни. Отныне Россия или кто-либо еще, говорит Дмитрий Песков, утратили свое влияние на этих людей, на жителей юго-востока. Потому что их невозможно уговорить разоружиться, невозможно прекратить их разоружение на фоне прямой угрозы для их жизни. Не угроза со стороны радикалов, националистов и вооруженных сил, которые выполняют преступные приказы и убивают свое население. Я напоминаю, что мы цитируем заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его заявление журналистам. И цитаты из этого заявления сейчас с пометкой срочно поступают на ленты информационных агентств. Я напоминаю, что украинские военные по приказу от самопровозглашенного временного правительства в Киеве начали штурмовать Славянск с применением авиации и бронетехники. Также подвергался атакам отрядов вооруженных и город Краматорск. Как сообщалось о жертвах, правда данные об их количестве очень сильно разнятся. Но тем не менее в Москве действия Киева называют не иначе как карательной акцией, которая фактически уничтожает последнюю надежду на жизнеспособность Женевских соглашений, достигнутых несколько недель назад по деэскалации ситуации на Украине.